Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас как по городу Краснодару, так и в радиусе 60 километров вокруг него, а также по Черноморскому побережью от Тюмрюка до Новороссийска. Как с домами, так и с квартирами. Также с жилым фондом уже прям вторичным, с новостройками и с объектами от застройщиков. Что будем сегодня с вами смотреть? Мы сейчас находимся в станице Красноармейского района, в станице Новомышастовской. Станица в 32 километрах от города Краснодара. Я беру всегда, ну вот где-то ближе к центру, да, до города. Станицы со школами, с детскими садами, все здесь свое, поликлиника. Ну такая вот обжитая, уютная, достаточно станица. До школы, до сада здесь у нас порядка 20 минут. Магазинчик ближайший в 5 минутах ходьбы. Система школьного автобуса работает по станице, порядка 15 минут до поликлиники. Будем на тихой, спокойной улице, жилой, с газом, с водой, с центральными коммуникациями. Смотрите, вот такой симпатичный дом на 8 сотках земли. Земля по ДЖС. Дом с частичным ремонтом. Новые постройки 22-го года со всеми центральными коммуникациями. Давайте будем заходить и начинать осматриваться, как обычно, с фасадов, да, из земельного участка. Ширина фасада здесь 18 метров. По фасаду на фундаменте у нас забор из профлиста на металлическом каркасе. За мной расположились распашные ворота и входная калитка. Бетонированная площадка залита для заезда под машину, бетонированная отмостка по периметру дома. И уже сразу у нас установлено вот такой огромный навес для заезда под машину. Кстати говоря, с последними покупателями сделала вывод, что для многих оказывается очень важно, мы еще об этом не всегда задумываемся, заезд под машину не одну, а желательно двух, а то и трех, если вдруг приехали в гости. В станицах часто встречаем, что две машины в семье, поэтому, друзья, вот такое расположение дома и навеса, оно достаточно удобно, да, когда мы по прямой въехали в ворота и две машинки загнали прямо под навес. Навес на металлическом каркасе с профлистом насел у нас наверху. Проходим за дом, обращаем внимание, что заборы с профлиста, ну, тут не две трети, тут практически на половинке у нас установлен забор с профлистом, а дальше у нас сетка рабится, поэтому тут по желанию уже доставляем забор самостоятельно. По дальней стене там шиферный забор, видимо, от соседей, которые за стеной. В целом огород получается большой, кусок земли прям такой внушительный, ну, соответственно, здесь уж понятно, можно расположить и деревья, и парники, и бассейн, баню, там, зону барбекю, да, кому нужно, ну, в целом, все, что необходимо. Давайте будем обходить, смотреть дом, ну, и осматриваться дальше. Здесь вот эти вот ступенечки, кстати говоря, это у нас вход в кухню-гостиную, поэтому, как вариант, здесь, наверное, застройщик предусмотрел не только въезд под машину, но и вот как беседку, зону террасы сразу с выходом на участок. Наверное, идея была таковой. Преимущество данного дома прям неоспоримое, что дом из хорошего блока, из парамакса, не стыдно всегда называть, да, потому что, ну, не поскупились, как говорится, на внутренние стены, это важно. 80 сантиметров лента, 60 сантиметров цоколь, далее внутри парамакс, облицовочные кирпичи, даже между парамаксом и облицовочным кирпичом положили утеплитель 50 миллиметров, то есть пятерочку, да, на соседнем доме можем посмотреть, крыша четырехскатная, металлочерепица сделана, уступы, вот, да, чтобы удобно, если вдруг, обслуживать крышу, чтобы никто не свалился, не дай бог, в общем, крыша оформлена правильно, сделана система водостока, фронтоны подшиты белым профлистом, ну, в целом, мы с вами обошли весь дом, посмотрели по качеству кладки кирпичика, в общем, все красиво. По коммуникациям здесь у нас все центральное, сейчас я даже проверю по своей шпаргалке, да, газ у нас центральный, все подключено в дом, а, кстати, вот газовая труба, все подключено, заведено, вода центральная, газ центральный, свет также заведен и подключен, друзья. Не сказала про септик, значит, у нас септик здесь дренажный на 4 куба. Ну что, по дому мы прошли-обошли, давайте будем заходить внутрь и осматриваться по планировке. Напомню, что дом у нас в предчастовой отделке с частичным ремонтом. Как я говорю, на улице вечерело, в доме пока света не было, поэтому, кому меня не видно, все в белом рассматриваем. Значит, на входе нас встречает прихожая, правильной прямоугольной формы, и, собственно говоря, с левой стороны достаточно места на 40 сантиметров, шкаф здесь у нас встанет хорошо. Теплый пол там, где зона плитки, это прихожая, санузлы и зона кухни-гостиной. Водяной пол, да, теплые водяные полы. Что будет сделано из ремонта? Здесь докладывается плитка напольная, кухня-гостиная, санузел, котельная, прихожая. Будут натяжные потолки по всему дому, и также будут двери установлены застройщиком, плюс плентуса. Здесь останется только, собственно, поклеить обои. Ну, такой вот практически полный ремонт, я считаю, что вообще самый правильный, когда обои вы уже имеете возможность поклеить сами. Давайте смотреть первую жилую комнату. С правой стороны она у нас расположилась. 13,8, общая площадь комнаты. Стены, механизированная штукатурка, прям все гладенько. Клеить не такие одно удовольствие. Система радиаторного утопления установлена. Окошечки трехстворчатые, вот эти перемычки, ну, смотрятся всегда симпатично, ну, и с целью, ну, большего сохранности стекла, да, потому что, когда увеличенное окно, всегда рекомендуют устанавливать эту перемычку. Ну, здесь, я думаю, она больше для красоты. Вторую комнату смотрим. Площадь ее составляет 12 квадратных метров, чуть поменьше комната. Также в предчистовой отделке, напоминаю, что будет потолок натянут, по помещениям электрика везде разведена, а мы с вами двигаемся дальше. Далее по обе руки у нас подсобные помещения. Здесь предполагается зона санузла, сейчас идет укладка плитки, ну, такая в приятных светло-бежевых тонах. Ничего бросающегося в глаза здесь нет, очень спокойно, все приятно. Выводы подготовлены под сантехнику, под горячую, под холодную воду, канализационные выводы, ну, в общем-то, все готово. С левой стороны зона кладовки, разводка теплого пола, электрощиток, фильтр, входной фильтр на водичку. Ну, также здесь будет теплый пол, и, в общем, можно такую хорошую подсобку себе организовать. Далее мы с вами передвинулись в зону кухни-гостиной. Площадь ее составляет 30 квадратных метров. Огромная гостиная с выходом в правую сторону под навес. Что хочу сказать, сейчас здесь предусмотрена огромная площадь. Если нужна третья комната, да, если нужна третья комната, то, в общем-то, ее вот в таком формате можно организовать. И сейчас мы попробуем это показать, чтобы было понятно. Сейчас две спальни в доме и 30 метров кухня-гостиная. Если нужна третья спальня, то вот так устанавливается, да, вот сюда устанавливается стена. Ну и, собственно говоря, мы получаем дополнительное спальное место. Единственное, что нужно будет сделать, это перенести телевизионную зону чуть в другую сторону, ну, либо вообще на другую стенку. Ну, при условии, что будем организовывать третью спальню. По стоимости данный объект у нас составляет 5 миллионов 400. Вот в состоянии уже не совсем предчистовой отделки, а частично в чистовой. Да, полы у нас настелены там, где кафель, санузел, в плитке. Установлены будут межкомнатные двери и натянут натяжной потолок. Внутри также можно убедиться в том, что использован для строительства стены внутренних перегородок блок Парамакс. Да, здесь вот мы проходили по стеночкам, это все видно. Ну, в целом, дом мы с вами посмотрели в том состоянии, пока он еще готовится к чистовой отделке. Станица Новомышастовская у нас подходит под программу сельской ипотеки, поэтому пишите, звоните, пока она еще действует. Можем чем-то поможем. Да, мы одобрим эту ипотеку, ну и подготовим весь пакет документов. Также за наличный расчет, ипотека любая. Тоже все проконсультируем, все сделаем. Если готовы рассмотреть такой дом в Станице Новомышастовской, на 8 сотках земли, пишите, звоните. Утого, если вам все покажем и расскажем уже здесь на месте. А вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Не забывайте ставить уведомления, вот здесь в колокольчике. Потому что для вас выходит новый обзор каждый день. И, возможно, уже сегодня будет именно тот дом, который вы искали. Не забывайте про наш телеграм-канал, ссылочка на него всегда ниже. Кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь. Для вас постоянно обновляем информацию по рынку недвижимости именно Краснодарского края в динамике. Поэтому это очень важно быть в курсе событий. С вами Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.